Адушка, спасибо, что смотрите Георгий за кадром. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем любви, удачи и всего самого-самого прекрасного. Привет. Давай, может, я у тебя заберу телефон куда-нибудь, чтобы он у тебя... Я так быстро, к сожалению, не смогу ходить, как ты. Ничего страшного. Мне наоборот, чем ты медленнее будешь ходить, тем лучше, потому что я буду ходить вот так вот иногда. Я так несколько раз даже ударялся об столбы, спотыкался в твоих руках. Своими глазами на затылке. Офигеть. Такого еще не волнует. Вот что значит поэтическое мышление. Расскажи мне, есть такое понятие, как поэтическое мышление? Есть ли какой-то строй мозга особенный, который отвечает за поэзию? Или это такой нарабатываемый момент, который всем доступен? Осторожный человек, там был не столько. Спасибо, первый. Да, есть такая история. У всех творческих людей у них такое особенное мышление. Давай, я тоже тебя спасу. Спасибо большое. Я вижу, они смотрят на этот мир не так, как все. Они, то есть вы? Да. Давай про тебя будем говорить. А как ты смотришь на этот мир? Ну... Нет, давай так. Как по-твоему другие смотрят? И как ты смотришь? И чем ты отличаешься? В нашем современном мире, где постоянно все крутится, вертится, люди опаздывают на работу. Они не замечают какие-то такие маленькие детали радости жизни, которые есть вокруг нас. Ну, то есть я, например, могу за себя сказать, что у меня немного такое творческое мышление. В каком плане? Я смотрю на этот мир сквозь какие-то такие, пусть розовые очки. И несмотря на то, что я реалист, я еще очень люблю фантазировать, придумывать, верить, мечтать. У меня всегда в руке телефон. Всегда. Мало того, что я там работаю, постоянно нужно выкладывать какие-то посты или что-то. Я очень люблю фотографировать на себя какие-то такие детали, которые обычный человек в бешеном ритме не успеет заметить и не увидит. А я вот увижу что-нибудь, для меня это будет вау. То есть я покажу эту картинку человеку с более таким приземленным мышлением, а для него это будет чем-то таким, ну, незначимым. Я очень... Ты сейчас больше говоришь про фотографа, не жри, про пайм, про суперпайм. Ну, если, например, писать о чем-то, в последнее время я очень редко о чем-то пишу, потому что занята тем, что набираю программу для разных концертов. И, соответственно, там большое количество авторов, чьим творчеством я вдохновляюсь, и писать свои стихи у меня времени, к сожалению, пока нет. Классно. Вдохновение, наверное, приходит. Недавно, например, я проснулась ночью, вспомнила, что во сне мне снились какие-то две строчки. Я проснулась в три часа ночи, вот с такими глазами. У меня приоткрыт был один глаз, я быстро вбила две строчки этого произведения, думаю, надо закончить, но нет, сон на меня одолел, я уснула. На утро я проснулась, и мне смогла ничего не написать. Ужасно. Да, это ужасное чувство. Я всегда говорю, что нельзя ничего откладывать, там ступенька. Нельзя ничего откладывать на потом, даже стихи, которые ты пишешь. Осторожно. Короче, Анна, смотри, ты сейчас очень много всего наговорила, но я все равно не понял основной смысл. Давай вот условно в трех пунктах обозначим, чем ты отличаешься от людей с, назовем это так, обычным уровнем мышления. Я до сих пор верю в сказки. Я люблю мечтать. Прекрасно. И инфантилизм. Чуть-чуть. Чуть-чуть инфантилизма. Номер два. Номер два, номер два, номер два. Давай ограничимся номером один. Все, это есть все твои отличия. На самом деле я очень простой человек, у меня нет гипер какого-то такого творческого сумасшествия. Я могу и помечтать, могу и быть наравне с обычными людьми. Нет номера два, есть номер один. То есть инфантилизм тебя спасает? Чуть-чуть. Супер. Я хочу предложение. Как ты смотришь насчет идей, если ты зайдешь внутрь вот этого вот парковочного заезда, а я тебя сбоку сфотографирую? У тебя есть какая-нибудь сторона, которая левая? Вот как раз. Туда-туда. Да-да-да-да-да-да-да. И чуть-чуть назад. Ах, пошло позирование. Пойдем. Ты как маленький звереныш в вольере через это стекло смотришь, знаешь? Только знаешь, особенно опасный. С милым вычеком, но особенно опасный, чтобы потолще было. Тогда скажи мне, чего ты так сильно продвинулась и стала такой востребованной тестой? Наверное, еще простота играет свою роль. То есть вторая. Все же есть второй функт. Что такое простота? Я очень нуждаюсь в общении с людьми, которые приходят на мои концерты. Мне очень важно, чтобы мы с ними общались. Поэтому после каждого мероприятия, где бы это ни было, даже вот вчера на крыше башни Ока было безумно холодно. Но мне очень было важно каждого обнять после концерта, каждого выслушать. Мне очень важно, чтобы у нас не было пропасти. Чтобы это не казалось, будто я артист, а это зрители, мы приходим на мероприятие, они послушали стихи и разошлись. Мне очень важно, чтобы у нас был контакт с ними. Зачем? Мне кажется, это такой обмен энергетикой идет. Они меня наполняют этим, а я их наполняю стихами. У нас есть такая самоотдача. Я уже давно говорила о том, что... А во всех моих интервью я обычно говорю... Несколько лет назад, когда я только начинала выкладывать видеоролики в Инстаграме, видеоролик мой сделала репост одна девушка-блогер. Она добавила этот видеоролик к себе на странице. У меня было 600 тысяч подписчиков. Она была азербайджанкой. Мне было очень приятно. И от нее пришел очень большой поток людей, очень много подписчиков, которые отправляли друг другу сообщениями мои видеоролики, признавались друг другу в любви моими видеороликами, стихами, которые они слышали. Я просто так хочу с тобой побыть, поговорить о чем и ни о чем. Хочу сказать, как я люблю любить, уткнувшись в теплое, надежное плечо. После нее отчасти именно в Инстаграме появилось очень много людей. А Инстаграм это, конечно, такой инструмент большой. Если мы организовываем вечера, нам достаточно выложить рекламу о том, что проходит вечер в том или ином городе. И благодаря Инстаграм люди могут узнать о мероприятиях, прийти ко мне на концерт. Класс, как играется, как все натирается, в платье, а мне это сколько играть? А ты можешь чуть-чуть одну ночь? Еще другое. Да, вот, например. Еще наклонись чуть-чуть, вот ты делай как-нибудь плечами. Ну на меня так, посмотри. Супер. Я тебя попрошу, если наш охранник будет встать, я пойду и сфотографирую тебя оттуда. Хорошо? Хорошо. Нельзя. Нельзя. Не надо никого слушать, пошли в жопу. У вас какая-то пробка из них. Все, мне тоже пора уходить, потому что меня выгоняют отсюда. Ничего, я все равно сделаю кадр. Он мне говорит, не идите сюда, здесь стоит камера. Я такая, хорошо, и ты, а то мы идем. Идем, и я. Идем, и я. Так, давай еще один кадр вот здесь вот делаем с этим диагональным. Давай, давай. Так, куда мне встать? Тебе нужно будет встать где-нибудь на травеньке. Подальше от блокнотов и поближе чуть-чуть туда, к стене. Только сейчас мне придется тебя с правой стороны снимать, Анна. Да, без проблем. А наклонись еще вперед, мне понравилось. Вот прямо, да. Как будто так не означает. Между прочим. И посмотри направо. Нет, другое вправо. Класс. Давайте развернешься чуть-чуть и прислонишься правым плечом. А если еще возьмешь и потянешь чуть-чуть горько пати наверх, то будет вообще смертельным номером. Сложно, да, удерживаться там? Ты знаешь, что? Возьми и вонзи прямо силой колбук. Если бы он не был таким толстым. Ну да, это осложняет момент. Стави так на меня. Голос. Хочу поговорить немного о нем. Я сейчас с тобой общаюсь и... Ну, у тебя вроде такое. Не скажу, что обычный. Не инстаграмный, скажем так. Получается, что у тебя он такой поставленный специально для своих ютубных и инстаграмных записей? Или он у тебя и в жизни такой, но сегодня не такой? Я не ставила, я нигде этим не занималась. Не проходила никакие курсы. Очень много вопросов задают про это. И спрашивают, где бы научиться, где бы научиться, что делать. Я часто спрашиваю. Рубрика. Давайте я поставлю его сюда. Да, и я хочу сказать, что нет, я нигде не училась. И это не делается специально. Когда ты стоишь на сцене и начинаешь дышать диафрагмой, тогда... Ну-ка заговари голосами, Гаян. Знаешь, я думаю, если бы я разговаривала таким голосом и в жизни... Ой, господи, секс по телефону. Чистая победитель. Это было бы странно. Поэтому в жизни я говорю обычным голосом. Иногда, знаешь, когда едешь в такси, хочется в какой-то момент сказать... Через 30 метров, поверните направо. Ну, думаешь, ладно. Лучше не травмировать психику. Ты как эти ребята, да, с озвучки, которые ходят и всякие войны записывают. Классно. А ты не пробовала себя где-нибудь озвучки, какие-то мультики, фильмы? Я знаю, у тебя уже есть актерский опыт. Один. Озвучку не пробовала. Не пробовала, но мне было бы это интересно. Я понимаю, что там намного сложнее. Озвучка, это, наверное, на слуху кажется, что это легко, если у тебя есть голос. Когда я просмотрела просто видеоролики того, как люди к этому готовятся, как они озвучивают, это очень сложная и большая работа. И мне бы хотелось бы попробовать. А как ты смотришь насчет идей, если я тебя попрошу и помогу залезть? Встать и пройтись? Просто встать. На этот раз можно просто на гранит. А можно? Так уж и быть, я просто посмотрел, как ты мучаешься в этих, как их, траве. Ково я тебе помогу. Там дядечка-охранник стоит? Нет, пошел он нафиг. Он пусть продолжает там стоять, у него нет никакого права. А можно тебя попросить чуть-чуть туда, чтобы у меня побольше было? Опа, аккуратно, пожалуйста. Раз, два, три. Все. Пожалуйста, давай сегодня... Интервью перед концертом. Нет, пожалуйста, давай сегодня мы оставим тебя целой. Ты нужна еще народу. Просто стой и смотри прямо. Там, смотри, очень классно сзади вот эта витеватая хрень и охранник, которых ты так любишь. Мы можем на фоне этого здания сделать несколько кадров. Да, с удовольствием. Смотри, есть очень классный грузинский музыкант, мой очень любимый, у которого есть очень классная фраза. Если так грубо перевести с грузинского, я думаю, что каждое слово и каждая фраза уже была написана. Но это не значит, что я не буду дальше продолжать что-то свое писать. Как ты к этому относишься? Уже 21 век и куча стихов, поэм и так далее было написано. Что новое ты можешь внести в свою поэзию? И вносишь ли ты вообще? Или это можно считать каким-то вторичным продуктом, но уже с твоим голосом и с твоей подачей? Первое, что я хочу отметить, я не стараюсь кого-то перешагнуть, с кем-то соревноваться, придумывать что-то новое, чтобы это было круче, чем у кого-то. Я стараюсь это делать, потому что я это люблю, потому что мне это нравится. Я стараюсь для себя придумывать что-то новое и придумывать что-то интересное для своего слушателя, для своего зрителя. Безусловно, то, что делаю я сейчас, это не какой-то нонсенс. Это делали всегда, делали раньше люди, они выступали, читали стихи. Я выбрала свой путь, мне нравится то, что я делаю, и я даже не задумываюсь о том, чтобы сделать круче, чем у кого-то. Просто тебе в кайф, и ты делаешь, не задумываясь ни о чем. Прекрасный ответ, и это правильно. Нужно всегда развиваться в том плане, что придумывать что-то новое для себя. Мы делали раньше обычные вечера, музыкальный плюс. Потом мы решили внедрить пианиста. Третий уровень был симфонический оркестр. И это уже совсем другая история. Дальше есть еще формат квартирников. Это такая очень интимная атмосфера, где не так много людей, и они находятся намного ближе, чем на концертах обычно, на театральных площадках. Мы придумываем каждый раз разные форматы для того, чтобы нам и самим было интересно, и слушателю, зрителю тоже было интересно смотреть, наблюдать за тем, как человек развивается. Сейчас у нас проходит мероприятие на башне, на самой высокой точке Европы, на площадке выше только любовь. И это круто, потому что, когда я первый раз пришла и увидела эту площадку, первое, о чем я подумала, боже, как здесь красиво. Но я бы никогда в жизни не подумала, что у нас войдет в традицию, и мы будем проводить здесь вечера почти каждый год. Это все звучит очень вдохновляюще, но ты сама каким-то образом дала предел, что выше уже некуда. Но я очень надеюсь, что есть куда. Конечно, есть. И что дальше? Мы пока думаем. Впереди у нас новые программы. Будут также театральные постановки, где будет игра на сцене, безусловно. Это ты будешь играть на сцене? Ну, на спектакле, да. Ух ты. У тебя еще актерский талант есть? Ну, я нигде не училась, но мне это нравится самой изучением. А как ты это себе представляешь? Ты будешь ходить и читать, как мой товарищ Петров с листком вот так вот? Да. Примерно так. Складывалось ощущение, что на этой планете мы должны были лишь познакомиться. Серьезно? В каких-то костюмах переодеваться? Я думаю, что да. Каждый стих новый образ? Ну, так будет сложно, потому что стихов будет около 50 или около 40. 40 образов я не осилю, наверное. Это будет сложно. Класс. Звучит интересно. Мне было бы интересно посмотреть тебя в актерском деле. Да, кстати, это интересно, если менять под каждое произведение образ. Это знаешь, как все эти поп-звезды, которые под каждую песню в новом образе выходят? Да, ты можешь надеть какую-нибудь благослойную хрень. Люди подумают, боже, наконец-то она поправилась. А это как? И становишься все худее с каждым текстом. Классно. Так, давай-ка мы тебя сюда чуть-чуть. Мне кажется, это отличная идея, тебя такую хрупкую и все такое нежную на фоне железа поставить. Слушай, а что если тебя опять забрать? Да, я, знаешь, об этом и подумала. Серьезно? Он скажет мне подняться или нет? И он сказал. Он сказал да. Класс. А давай да. Блин, все, класс. Ты читаешь мои мысли. Мои супер оригинальные мысли. Ой, здрасте. У вас книга. Да. Классно. Поехали за поезд. Да ладно. Серьезно? Поехали за поезд. А вы сегодня на вечер придете? Да, да, да. Мы почитали. У меня твоя книга. Ну, точнее, у девушки твоя книга. Класс. Да, очень стильное оформление. Просто не могу налюбоваться. Можно я секунду? Я верну вам. Ну-ка, прочты, пожалуйста. Вот, я открыл. Зачитай, пожалуйста, бисер. Бисер? Только твоим секси голосом. Необычный. Хорошо. Давай. Картина ударила бисером в дом. Без спроса вонзилась со скоростью веки. Здесь пламени нет. Ладно, неправильно. Ты еще должна смотреть поникновенно в кадр. Глазами вот так вот. Только души ленивые и пленные. С головой словно тягостной гирей. Идут по обгрызанным тенью границам. Руки в карманы. Мысли все в раму. Сердце и чувства с сандалом. Мерзкие капли в бокалы. Сладкие дамочки в барах. Почему ты выбрал именно это произведение? Я не знаю, первая открылась. Я хочу что-нибудь доброе, такое позитивное, милое, хорошее. Ну, давай, сделай это. Я прочту одно из таких самых свежих произведений. Спасибо вам большое за книгу. Увидимся на концерте. Спасибо огромное. Ты целитель и маг. И если полон любви. И если упал во враг, Ты не становишься злым. Ты целитель и маг. Если добро внутри теплится и освещает Пусть от темна дозарит. Ты целитель и маг. Если на всех языках, Даже если ты прав, Сможешь сказать прости. Не потому, что слаб или гордость лишили прав. Просто тебе так важно Сберечь теплоту твоей. Ты целитель и маг. Если сберёг мечту. Если идёшь вперёд, Не замечая тьма. Ты целитель и маг. Но не заблудись в пути. Будет всегда любовь. Только тебе. Я Луки. Спасибо тебе. Было классно. Так, давай сделаем кадр. А давай-ка ещё профильни, пожалуйста. Классно. Отдельная песня. Это твои ключицы и шея. Это круто. Я их потом отдельно сфотографирую. Посвящу им отдельный стих. Пойдём. Ой, давай ещё вот здесь. Прямо тут же я за железо. Давай. Я чувствую себя на концерте Рамштайна. Там везде вот такие вот хрени. Нет, остай, остай, остай. Ты не должна касаться грязных вещей. Походи, пожалуйста. Классно. Давай мы немного поиграемся с изгибами. Что? Нет, чуть-чуть. Нет, лучше. Ага, понял. Давай мы с тобой немного с уровнем плеч и изгибами поиграемся. Супер. Пойдём, пожалуйста. Можно тебя чуть-чуть налево? Класс. Развернись немного. Да. Класс. Тебе очень идёт эта парковка. Такого мне ещё никогда никто не говорил. Когда ты для себя впервые открыла свою женственность? Вообще поняла, что ты вся такая манерная? Манерная в хорошем смысле. Ты помнишь этот момент или этот раз? Да, я прекрасно помню этот момент. С первого по пятый класс я была хулиганкой. Я дралась. Я бегала по школе. У меня постоянно был красный дневник. Бойки за поведение. Я постоянно пыталась это как-то замазать, скрыть. Где-то, наверное, в классе в восьмом-девятом. Был такой период, когда отношения с родителями, с мамой и с бабушкой перешли на другой уровень. Мы стали подружками. Мы стали делиться друг с другом какими-то вещами. Я на себя понимала, что нет лучше подруг, чем мама и бабушка. И бабушка начала мне прививать вот эту женственность, мягкость. От мамы было другое воспитание. Мама дала мне воспитание такое, она говорит, я тебя воспитала как солдата. И так и есть. Но если бы не такое воспитание, наверное, я бы не добилась того, чего добиваюсь сейчас. И добилась до сегодняшнего момента. Бабушке спасибо за то, что она прививала во мне вот эту вот женственность, как ты сказал, манерность, мягкость и плавность движения. Более чуткое ощущение и чувство того, что окружает меня вокруг. Внимание к деталям, осторожность. Наверное, это вот как раз именно произошло в период школьный, когда мы перешли на новый уровень с мамой и с бабушкой. С мягкостью, манерностью мне более-менее очевидно. Я вижу это своими глазами. Хочу, чтобы ты мне рассказала про обратную злую солдатскую сторону нежнятенькие в виде тебя. В чем это вообще проявляется? Да, иногда из меня вырывается этот чертенок. Это как я смотрела видеоролик, где маленький малыш говорит, ну, Вань, иногда я могу быть такой. А иногда могу быть такой. Ангел и чертенок в одном лице, это, конечно, да, это про меня. Моя команда не видела меня в таком амплуа. После мероприятия в помещение зашел мужчина в нетрезвом состоянии и начал неподобающим образом себя вести. Все, уже зрители разошлись, осталось буквально 2-3 человека, наша команда. И этот мужчина очень себя некрасиво начал вести. И первое, что у меня проснулось в голове, это не инстинкт самосохранения, а материнский инстинкт. Я думаю, ни за что не пущу, чтобы моих ребят, моих друзей кто-нибудь тронул. И в итоге так получилось, что небольшая потасовка произошла с Лашей, с моим директором. Он поднял руку, он коснулся Лашу, и тут я это увидела. И что я сделала? Перед началом мероприятия на моем столе, который стоял на сцене, стоял канделябр. И Лаша мне говорил, Аннушка, этот канделябр нам не нужен, он не вписывается сюда. Я говорю, почему же? Это очень поэтично для антуража, пусть останется на столе. Он говорит, да он не нужен, нам свечи здесь жить нельзя. Я его попросила, мы в итоге сошлись на том, что этот канделябр останется на столе. И в итоге, вот в тот момент, когда я увидела вот эту потасовку, я, как сумасшедший человек, взяла этот канделябр. И понеслась с такой силой, я промазала, я промахнулась. Так получилось, что он стоял у стены, и когда ребята увидели, что там летит Аннушка с канделябром, а не этого человека в сторону. И так получилось, что канделябр ударился об стенку. Это был самый старый бабушкин канделябр, который разломался, сломался на части. И потом, когда моя бабушка узнала, чем я пыталась убить человека, бабушка говорит, один вопрос, почему моим старым канделябром ты это хотела сделать? Но, конечно, меня очень отругали, мне сказали, что так делать нельзя, потому что, ну, как-никак, это было очень жестко, это была такая агрессия. Но это была такая защита, защита моих, моих людей. И когда Лаша меня увидел, Лаша говорит, Аннушка, вы были, мне кажется, не в себе. Говорит, вы вообще ничего не видели, вообще ничего. Но меня ребята увидели такое впервые. Они сказали, что, ребята, если где-то в ресторанах будут канделябры, убираем их сразу, Аннушку туда не ведем. И потом, теперь мы, когда проходим мимо магазинов, каких-то мимо ресторанчиков, я такая, о, канделябр. Бывает такое. То есть, если что, я могу постоять за себя и за... Все, давай, склейка, раз, два, три, и Аннушка у нас злая. Покажи, пожалуйста. Я не могу. Не, не, ты уже актриса, уже без пяти минут. И с одной роли... Ты не сказал, Билли, где мой канделябр, бра! Ну, неплохо, но это было забавно. Так, давай на фоне башни федерации. Классно. Секрет классной фотографии. Какая-нибудь невзрачная хрень сзади, Аннушка смотрит направо, и кадр сделан. Учитесь, ребята, работать с моделью. Именно Аннушка. Да, работать с моделью Аннушки. Кайф. Ну что, пойдем дальше. Здрасте. Почему она так улыбается? Снова здрасте. Фанаты твоего творчества, Анна. На каждом шагу. Ой, нет, нет, давай мы с тобой наверху вот с этой штучкой. Пойдем, пойдем, пойдем. Может, это поклонница твоего творчества. Может быть, но не сегодня. Сегодня звезда ты, Анна. Профиль. Ахматовский. Анна Ахматовский профиль. Куда? Да, черт, возьми, он делся. Сейчас вот здесь вот будет вставочка моей легендарной фотографии, которую ты засурова. Сказал, что фу, мне не нравится, это ужасно, мне нравится мой профиль. Что не так было с твоим профилем? Он же был охрененный. Знаешь, еще тогда Миша говорил, что не надо менять тебе нос. Он говорил, не надо, все отлично у тебя, не смей, не трогай. Я в детстве получила травму. О, это вот эта вечная отмазка. Нет, когда я дралась... Я плохо дышалась. Нет, это чисто. Нет, у меня отлично дышалось. У меня все отлично дышалось. Просто когда я была совсем маленькой в школе, я подрала. И в меня влетел вот такой вот... Кантюляр? Нет, не кантюляр. Снежок, очень ледяной. Я тогда еще носила очки, он мне полетел прямо в переносицу, очки ударились по вот этой части. И у меня начало что-то образовываться. И каждый раз, когда я надевала очки, мне было очень неприятно. И это становилось больше и больше, больше и больше. Безусловно, не было никакой кривизны, то есть не было ощущения, что нос сломан. Просто это был дискомфорт, это было неприятно. И пришло время, я решилась и исправила этот момент. Некоторые меня просто ненавидят. Кто-то даже от меня отписался. Серьезно? Да. Много таких было? Слушай, было много. Писали, что же вы сделали. Ты превратилась в инстателочку. Да, да. Писали что-то мне про губы, но с губами я никогда ничего не делала. Я вообще со своим лицом никогда ничего не делала, кроме носа. Но, к сожалению, люди подумали, что я пошла на поводу воды. Ну да, на самом деле жалко, конечно. Можно тебе вот здесь вот по фоне вот этого истинга? Ты, кстати, был первый, кто сфотографировал меня в профиль. Серьезно? Да. Надеюсь, последний. Это был эксклюзивный кадр. Это был очень красивый кадр. Ты не надо сейчас гнать, ты уже засрала этот кадр. Я уже, мне не нравился мой профиль. Это была драма Сильма Николаевна. Знаешь? О, боже. Анат Гаян засрала мой портрет. Шучу, конечно. Нет. Ну, бывает, что не нравится человеку. Класс. Расскажи мне, пожалуйста, поэзия 21 века в мире гипертехнологичном, полной разных фишек. Она вообще нужна, поэзия? И вообще, что это за явление, по-твоему? Я считаю, что очень нужна. Ты покрылась. Мне холодно. Серьезно? Ну, нет, нет. Ветер бадул, мне стало холодно. Но сейчас все пройдет. Мне кажется, что, безусловно, поэзия нужна. Это такая душина. Я могу просто за себя сказать и за людей, которые приходят на мои мероприятия, потому что много кто делится своими ощущениями... Я должен это сфотографировать. Пастите, пожалуйста, говори. Да. Много кто делится этими ощущениями и рассказывает о том, что они приходят на мои мероприятия, и для них это как какая-то психотерапия. У нас даже есть программа «Стихотерапия». Ага, класс. Кто-то подходит и говорит о том, что я пришел на вечер, и для меня это было исповедью. Потому что мало того, что для людей это исповедь. Я скажу больше, для меня, для человека, который стоит и читает эти стихи, он как бы говорит о том, что происходит в душе. Потому что так или иначе стихи, которые я читаю, тот смысл, который в них вложен, как ни крути, что-то я все равно переживала из того, что описывается в произведениях. И для меня это тоже является исповедью книг. Поэзия нужна, литература нужна, потому что если ты, например, не можешь пойти к психологу, книга, мне кажется, самая лучшая психолога у тебя. Приходите на концерты, Игоян. Приходите на концерты, Игоян, и погрузитесь в эту особенную атмосферу. Ну, правда, я считаю, что, например, я, наверное, я ни разу не была у психолога, и я пока не представляю, каково это говорить о том, что у тебя сидит в душе. То есть я не представляю этого диалога пока, на данный момент. Вообще, что для тебя поэзия? Два слова сложить в рифму теоретически может каждый человек. А где вот две рифмы становятся чем-то большим и начинают называться поэзия? Вот мне это интересно узнать у тебя. Да, поэзия — это больше, чем просто рифмы и сложение двух слов. Поэзия — это то, что пишет сердце и душа. Мне присылают произведения люди, мои подписчики, и спрашивают, как вам произведение? Дайте, пожалуйста, какую-то оценку или прочтите, пожалуйста, то или иное произведение. Я очень хотела бы услышать в вашем прочтении. Если я не чувствую сердцем, душой, я его не могу прочесть, потому что мне очень важно быть искренней в плане эмоций со слушателями своими. То, что я прочувствовала, то, что я пропустила, прожила, тогда я могу это транслировать. У поэзии, мне кажется, нет оценки плохо или хорошо. Есть понравилось, и есть не понравилось. Потому что в любом случае человек, когда пишет, он пишет это из души. Он пишет из сердца. И изливает в бумаге свои переживания или свои там самые радостные моменты души. Поэтому я считаю, что поэзия – это душа. Это настоящая душа человека. Это то, что невозможно сказать обычным словом, и то, что хочется выразить через стихи. Потому что люди, например, даже признаются до сих пор любви друг к другу через произведение. Они не хотят сказать «я тебя люблю». Они хотят большего. А поэзия может передать вот эти самые глубокие и тонкие ощущения. Звучит прекрасно. Пойдем. А что такое душа? Что это вообще за субстанция? То, что нельзя увидеть, то, что нельзя потрогать. Нужно почувствовать. То же самое, что и любовь. Да, как электричество. Прекрасно. Все? Все, что ты имеешь сказать? Про душу? Да. Я не задумывалась никогда об этом. Подумай. Смотри, сколько у нас задачи? Знаешь, когда я периодически в детстве смотрела на себя в зеркало, я смотрела и видела тело, и мне казалось, что душа, она отражается в глазах. У обоих? Я думаю, что только в левом. Или только в правом. Да, конечно, конечно. И она прекрасна. У каждого. У каждого прекрасна. У каждого прекрасна. Мне так понравилось, как ты прислонилась очень душевно. Давай это сфотографируем, пожалуйста. Вот мне нравится, ты даже к столбу прислоняешься поэтично. Это классно. Мне кажется, этому надо поучиться. К слову о том, как мыслит и как видит этот мир творческий человек. Наглядное пособие. Класс. Мне кажется, тебе еще поднимо своей поэтической карьеры нужно выстраивать курсы, как стать женственной или такой вдохновляющей. Только людям в таком случае нельзя говорить ничего про канделябры. Нет, этот момент ты опустишь как-нибудь в своих курсах. Оставишь только вот ту часть. Женственно-возвышенную. Не, стой, пожалуйста, вот так. Моги. Чуть правое плечо ко мне. Смотри, а сколько ты можешь... Далеко на сколько, да. И прислониться. Супер. Правую руку чуть-чуть сломай здесь немного. Еще, все. Класс. Вот эта вот серия, я обещаю тебе, будет отличной. Ты, наверное, думаешь, что негде больше в Москве фотографироваться, они пришли из столбов. В принципе, они были недалеки от истины. Тебе понравилось, да? Да. Мне хочется выходить. Супер. Ты мне рассказывала, что у тебя не просто так, каждый год в это число проходят концерты. В 2014 году я потеряла очень близкого и дорогого мне человека. Это дядю. Он никогда не был на моих концертах. Выступать, читать стихи, писать стихи я начала после того, как он ушел. Он бы не хотел, чтобы я замкнулась в себе, закрылась, учитывая вот эту тяжелую ситуацию жизненную. Он бы хотел, чтобы я услышала свое сердце и пошла по этому пути. Так и получилось. Я начала читать стихи, начала писать стихи. И когда я впервые посетила вот эту площадку, внутри были очень необычные ощущения. Когда ты скучаешь по человеку, которого нет уже в жизни, тебе все равно хочется каким-то образом сохранить вот эту связь. И когда я была первый раз на этой площадке «Выше только любой»… В какой-то момент мне показалось, что он рядом находится. Первый концерт я решила сделать 18-го числа. В итоге ближе к этой дате выясняется, что 19-го числа будет дождь, а 18-го – солнечно. Когда мы анонсировали мероприятие, мы посмотрели прогноз погоды, и 19-го тоже оказалось солнечным днем. Ну, то есть первая половина дня была гроза, дождь, конец света практически, а потом уже ближе к мероприятию, безумно красивый закат. В этот момент мне казалось, что вот его присутствие максимально приближенное. Я представляла, что он сейчас либо стоит где-то рядом со мной, либо сидит в первых летах. Осознание именно в этот день приходит сильнее, потому что каждый день, мне кажется, что после его смерти прошла где-то неделя. На протяжении 8 лет у меня есть такое ощущение. На мероприятии, на башне, на самой высокой точке я чувствую его присутствие, я чувствую, что он есть, что он меня всегда поддерживает, что он меня всегда слышит, что он всегда рядом со мной. Как бы ни было сложно, я делюсь этими ощущениями со своим слушателем. Такой очень личной историей мне хочется делиться. К слову о том, что мне хочется быть попроще, мне хочется тянуться к людям, мне хочется, чтобы у нас не было пробела в общении. Мне хочется быть с ними максимально искренней, насколько это возможно. И вот эта вот часть истории я посвящаю ему. Он мне прививал эту любовь к жизни. И я рада, что я выбрала путь, который подсказывал мне сердце. Класс! Пойдем! Несколько мы поставим ранее, был самый интересный текст, в конце которого была такая интересная фраза «Я борюсь». Да. В связи с этим вопросом, в чем твоя борьба выражается? Борьба с самим собой. Ну, не томи, расскажи, что это значит. Такие истории… Нет, сейчас не рассказывай про интимность и секретность, пожалуйста. Это такие личные истории жизни, о которых я не могу говорить. А чего… И это сложнее всего. Сложнее всего, когда ты этим не можешь поделиться. Расскажи, с нами можно. Ну, давай я расскажу вот то, что касается, например, творчества. Я помню, когда я училась в университете, у меня никогда не получалось дружить с девочками. Никогда не получалось. Со школьных лет я дружу постоянно с мальчиками. Я всегда уходила от женских каких-то тусовочек, таких вот компаний, потому что мне было тяжело общаться. Я когда поняла, что вся моя группа – это только одни девочки, в этот момент у меня был шок. Я не знала, что мне делать, ведь мне учиться в этой группе 4 года. Я понимала, что мне будет тяжело, но я была к этому готова. Безусловно, были какие-то такие депрессивные состояния, тяжелое эмоциональное состояние и от того, что… От чего убегала, к тому и прибежала. Но это не самое такое ужасное, что было в моей жизни. Это просто такой небольшой момент, который меня немного подкосил. Я думала, как же так, как же так. Я не хотела, не хотела, и тут получилось то, чего я не хотела. Но я переборола вот это. Я нашла общий язык с девочками. Но по сей день все равно я понимаю, что мне очень сложно контактировать и прямо дружиться с девушками. Мне гораздо легче дружить с мужчинами. А все и так девушки? Все с ними так. В моем окружении есть очень много девочек, с которыми я дружу, с которыми я делюсь, с которыми мы делим и грусть, и радость. Но именно лучших подруг у меня нет. Нет таких подруг, с которыми я могу поделиться абсолютно всем и быть абсолютно откровенной. Например, я с подругами не обсуждаю мужчин, с которыми я общаюсь. Не могу и не хочу. Только с нами. А, только с нами, да. Если мне нужен какой-то совет в любви, я обращаюсь в первую очередь, конечно, к маме с бабушкой. Класс. Я выросла без отца. У моей мамы нет вот этих вот все мужчины ужасные, все они такие плохие. Нет. Мама мне говорит, я очень хочу, чтобы ты встретила человека, который выберет твое сердце. И, безусловно, это твоя жизнь. И ты должна делать так, как ты захочешь, так, как ты почувствуешь. Не нужно делать так, как мы посоветуем или так, как мы скажем. Мы можем посоветовать, ты можешь либо прислушаться, либо не прислушиваться. А все остальное – это твоя жизнь, это твоя дорога, твой путь. Слушай свое сердце, живи, радуйся и наслаждайся жизнью. Господи, я сейчас как будто в Диснеевском. Честно, я прямо... Ты сейчас должна запеть. Да, например. На самом деле, я каждый раз просыпаюсь и думаю о том, какие у меня прекрасные родители, какая у меня прекрасная жизнь. Я люблю все, что со мной происходит, я люблю своих друзей. Я благодарю Бога, благодарю судьбу за то, что у меня именно такая жизнь, такие родители, которые говорят, не слушай наши советы, живи так, как ты хочешь. Я очень рада, правда. Звучит, как аффирмации из новомодных книжек по эзотерику разную. У меня прекрасная жизнь, у меня прекрасные друзья. Я люблю этот мир. Я счастлива. Я люблю этот мир, и этот мир любит меня. Я доземляюсь. Да, давай, пожалуйста, уже вернись. Нет, 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 здесь, я здесь. Анна, посмотри направо, и ты поймешь, что я хочу тебе предложить. Нет, это назад. Направо, это вот там вот. Я хочу тебя попросить залезть вот на эту вот хрень и попозировать, походя. Я даже готов тебе помочь в этом деле. Смотри, вот там вот ниже выступ. Нет, походить не получится, я понял, сблизи здесь. Такой выступ большой. Ладно, давай тогда просто постоим. Стой так, не-не, не надо залезать, пожалуйста, не надо. Я просто пыталась понять ширину моей стопы, помещусь ли я сюда. И как? Что показывают математические? Абсолютно нормально, я сюда помещаюсь, я могу встать. Ты уверена? Да. Не-не, Амушка, ты еще нужна этому миру. Так, раз, два, три. Класс. Я почти поймал, чувак, как инстанция. Мне очень нравится вот эта вот черная полоска. Да, давай тебя оставим, пока не выходи вот за эту серую. Да, работай вот здесь. Если ты симметрично облокотишься двумя руками, нет, чуть-чуть в сторонке. Стой, пожалуйста, у тебя очень красиво падает, серьезно, пусть будет. Так красиво развивается. Что тебе очень идет? Гранит. Парковка, гранит. Ага. Итак, мы узнаем с каждой минутой все больше нового о тебе. О, Анна. Анна, Анна. Так. Ты сейчас меня убьешь. Чтобы я легла? Блин. Ты серьезно? Когда ты посмотрел на сетку, я вспоминала, как мы стояли у той сетки. Специально для тебя здесь подвесирована пустая сетка. Давай, и потом я хочу посмотреть на тебя и на твою спину. О, как хорошо. Анна, ты не представляешь, как я ценю твои жертвы. Так, расстой, пожалуйста, руки. Ты можешь немного приподняться? Гоголь, прости меня, пожалуйста. Вот, просто не ложись полностью. Вот, да, вот так вот лежи. И сейчас, погоди. Подожди. Нет, это должен сделать я. Сейчас должен быть звук такой. О, да. Класс. Анна, ты не представляешь, как красиво сейчас кадр. Давай еще чуть-чуть направо. Ручки можешь еще расставить, пожалуйста? У тебя там сильно, да, впиваются. Как там с прессом? Нормально, качается? 88 кубиков. Класс. Анна, спасибо тебе. Так красиво. Давай еще вот так вот сидя попробуем. Почти Мерлин и Гуян. Мне понравилось твое выражение лица. Сейчас мне даже, мне кажется, да, чуть-чуть получилось заснять. Получилось? Прекрасно. Да. Не совсем как у Мерлин Монро, конечно. Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Анна, а если бы я тебя попросил, срогите себя со стеклом. Сочитай. Тебя интересует, возможно, больше всего. Тебя часто спрашивают, наверное, да? Ты первый, ты первый попросил. Чего? Да, хоть что-то. Есть произведение у Яны МКР, которое называется «Принцесса и дракон». Это небольшая сказка, где принцесса в итоге выбирает… Дракона? Не принца, а дракон. Оу. Ты выбирай по сердцу, а не по… То, что первое пришло мне в голову, это больше, чем я могу себя ассоциировать. Хорошо, тогда вопрос, а что? Дракон? Дракон – это любовь. Любовь, которая не навязывает общество. И по стандарту. Любовь, где ты выбираешь сердце. Не стандартная любовь, нетипичная для принцессы, которая в итоге выбирает красивого принца, а дракона, который все это время оберегал, был рядом с ней, поддерживал ее, когда ей грустно, был рядом, когда ей весело. А принц, он просто прискакал, такой красивый, весь из себя. Решил завоевать сердце принцессы. Она такая, ну где ж ты раньше был, когда все это время рядом был со мной такой замечательный, добрый, самый лучший дракон. И выбирает в итоге дракона. Классный стих. Можешь несколько строк хотя бы зачитать? Да. Давай. Перед девятом царстве, на самой высокой башне, в комнате под потолком, как и положено каждой списке, без публичной огласки жила была девочка-фея с черным густым пластом. Жила и всегда грустила. Пела, как ангел, шила. Фантазировала и молила, что однажды случится он. Но пока свет стучал в оконце, и она умывалась солнцем, ей помочь донести с колодца помогал лишь один дракон. И уклюжий, и очень страшный, и весь чешучатый, как бумажный. Не блистательный, но отважный. Охранял все принцесси сны. Прикрывал собой свет луны, чтобы та не мешала ночью. Иногда, если дождь или прочие, неполадки снаружи замка, или просто принцесси гадко. Он стучал когатком в стекло. Та ему отворяла раму. И он вдруг из простой охраны превращался в того, кто ранен. Я чистый и легко. Мне очень нравится вот эта строчка. Он свою огромную морду клал, как кошка на подоконник. И принцесса его ласкала. Говорила своей мечкой. Мило. Нет, конечно, вот эти все любовные стихи, не для моей циничной натуры. Знаешь, что я всегда завидовал людям, у которых есть способность запоминать вот такие вот простыни стихов. Я не понимаю, как вы это делаете. Потому что для меня с детства, не знаю, когда начинают стихи учить, с первого, второго класса, учить стихи... Это каторга. Просто. Я просто не знаю, как это делать. До сих пор не понимаю. Поэтому мое восхищение. Ты еще... Мало того, что ты свои стихи, наизусть, помнишь, ты еще чужие читаешь. На самом деле это легко, если задуматься. Я учу стихи очень легко. Для меня есть история, которую я визуализирую в своей голове. Я представляю всю эту картину. Вот, например, возьмем произведение про принцессу и дракона. Вся эта картина в моей голове идет как фильм из некоторых картинок. И если вдруг я забываю какую-то строчку, я вспоминаю фильм, из моего фильма, который проецировался все это время в голове, я вытаскиваю эти строчки и сразу все вспоминаю. И очень важно читать вслух произведение. Не про себя, как в школе это было, нам издавали произведение, мы пытались зазубрить, не читая это вслух, и, естественно, нам это дается сложно. А когда ты говоришь, проговариваешь все это, тогда получается. Прекрасно, спасибо, учту. Я могу докопаться еще и рассказать что-нибудь такое личное, которое ты перевела в тему истории, связанной с учебой. Ты, конечно, классно ушла, но я хочу вернуть тебя обратно. Знаешь, у меня в детском саду было очень сладко. Все, классно, я для тебя нашел Мишу. Анна, я для тебя нашел Мишу, где точно никакого этого нету. Я помещаюсь. Ну, это несложно, знаешь, с твоими комплекциями. Ну-ка. Школьный. Сразу три эгоя, господи. Эгоя не бывает много. В детском саду я была влюблена в одного очень хорошего мальчика. И так случилось, что когда я был в детском саду выпускной, меня должны были поставить танцевать с ним. Я, как сейчас помню, я была в красивом голубом платье. Была готова танцевать именно с ним. Но в какой-то момент девочка, с которой мы были в группе, ее мама попросила, чтобы ее дочку поставили вместо меня танцевать с этим мальчиком. У меня была такая трагедия, что танцевала не я. Я должна была играть роль куклы. И вот это мое негодование в детском саду, что, мол, почему я, почему она, почему произошла такая несостыковка, несправедливость. Я очень сильно плакала. Мне было очень грустно, обидно. Но потом через много лет, когда история прошла, я вспоминаю ее с улыбкой. Но тогда это было очень тяжело, переживательно. А сейчас у тебя есть такая история? Сейчас у меня есть такая история. Когда меня спрашивают про мою личную жизнь, я отшучиваюсь и говорю, что мой муж должен быть, наверное, каким-то супертерпеливым человеком, который будет ждать меня, несмотря на то, что я путешествую из одного города в другой. Но я понимаю, что когда у меня появится муж, безусловно, я не буду путешествовать так много и так часто. Но когда у меня спрашивают, да у тебя там кто-то точно есть, я думаю, ну, не каждый выдержит мой график. Я такая занятая. Нет, но если я полюблю, то я уверена, что это будет прекрасно. Супер. Можно тебя чуть-чуть назад, пожалуйста? Не-не, не настолько, а это очень много назад. Красиво. Так, нет, сейчас надо симметрию сохранить. Сейчас тут появятся рьянушки. Нет, их не видно. Жалко. Блин, надо было ширик взять. Назад, назад, назад. Вот, отлично. Это была классная идея Анны. Мне так нравятся люди, которые сзади проходят. А посмотри еще вниз. Слушай, классно. Не-не, не улыбайся, пожалуйста. Ты сейчас должна быть супер драматичной. Сокрести ноги или сделай что-нибудь с ними. Няня, без рук, только ноги, пожалуйста. Очень классная локация. Так, посмотри, пожалуйста, направо, посмотри налево и скажи, какая Анна тебе больше нравится. Вот это, чем она лучше? Я не знаю. Мне очень сложно сделать выбор. Все прекрасно, молодец, пойдем. Это правильный ответ. Не надо было ничего выбирать изначально. Сейчас я бы не сказала, что поэзия это только набирает популярность и свою аудиторию через рэп. На моих концертов приходит большое количество людей. Первый симфонический оркестр у нас был, мы собрали тысячи людей. И второй симфонический оркестр на вопрос, кто пришел впервые, также поднимало большое количество людей. То есть, с каждым годом поэзия набирает свою популярность, как это было раньше, если не больше, конечно. Безусловно, сложно конкурировать с музыкальными лейблами, где много артистов пишут музыку, пишут тексты. Тяжело пока встать на тот же уровень, что и музыка. Но у поэзии есть своя ниша, которую мы уже заняли, и поэтов с каждым годом становится все больше и больше, которые выступают. Ира Астахова, Вера Полоскова, Лианна МКР, Георгий Аланс, Ольга Сычева. Это те поэты, которых я сейчас могу назвать, которые первые пришли ко мне в голову. Они набирают большое количество аудиторий, подписчиков, слушателей. Классные очень человечки, давай среди них что-нибудь поделаем. Класс. Класс, давай с тобой сделаем салфи здесь. Ура, у меня фото со звездой. Так, расскажи мне, как в рамках с каждым годом возрастающей конкуренции плюс конкуренции отдельно от музыкантов плюс конкуренции от вайнеров выделиться начинающему поэту или поэтой всех. Кстати, везде пишешь поэт, поэт, поэт. Ты против этих феминитивов? Я никогда не акцентировала на этом внимании. Давай сакцентируем. Раньше был поэт, потом появилась поэтесса. Так, ты поэт или поэтесса? Я поэт. Могу быть и поэтессой, потому что я не акцентирую на этом внимания. Мне даже не хочется это вот как-то разграничивать. Могу быть поэтессой, когда нужно, могу быть поэтом, когда хочется. Прекрасно. Итак, как выделиться? В первую очередь найти себя. Я помню, когда я начинала записывать стихи, чтение на видео, помимо меня записывали еще ряд чтецов, которые также развивались именно в этом направлении. Плюс-минус читали одинаково. Но в какой-то момент, когда стали развиваться, каждый из нас нашел свой путь, свою манеру подачи, какую-то свою изюминку. Каждый стал развиваться именно на своем пути. Очень важно найти себя. Не быть на кого-то похожим, не сделать что-то так же, как и другой. А найти себя и развиваться именно в этом направлении. Художники, фотографы. Да, да. Найти себя. Найти себя. И прощите. Да, да, да. А зачем матом ругаешься? Никогда? Скажи что-нибудь про матом. Не могу. Пожалуйста, скажи. Давай, давай, давай. Перестили себя. Нет? Почему? А что с тобой случится? Не знаю, у меня как-то барьер стоит, вот у меня не выходит. А если у вас какой-нибудь стих требует чисто с художеством это точно? Вообще нет. Нет, я даже не беру, не беру, нет. Не могу читать такое. Если читаю, то про себя как бы, ну, то есть, невозможно. Это последний раз трюкалась. Да, мат. Я сейчас не верю, а нас есть приехи до него с матом, а не пойду. Человек, хребящийся в дирижалку не может быть. Не всех, конечно. Ну, ладно, одного человека. Ну, нет, но было, когда, например, упал, что-то случилось. Что ты обычно говоришь, когда ты падаешь? Георгий, я не могу такого говорить. Вы представляете, что-то упало. Я говорю, тысячи чертей. А, и Каналия, да? Хорошо, ладно, будем изображать из тебя Боярского. Давайте я посадим вот здесь вот. Давай. Сегодня вытрем тобой сюда. Почистим Москву. Что вообще для тебя Армения? Армения – это моя родина. Это место сила для меня. В каждом уголочке Армения. Не может такого быть. Честно, правда. Ты сейчас выходишь в рынок Еревана, и у тебя там место сила или какой-нибудь Там тоже есть свой колорит. Нет, я имею в виду такие исторические места. Это тот же самый Сиван, Гарнигегард. Это центр даже не Еревана, сам по себе. Это есть такая частичка обосновения. Каждый миллиметр, даже когда я просто сижу дома, я вдохновляюсь видом из окна, окна у меня выходят на Арарат. Мне кажется, все окна в Армении выходит на Арарат. Когда меня там долго нет, я тоскую, я скучаю по Армении. И когда у меня подается возможность, я первым делом думаю о том, что обязательно нужно поехать, вдохновиться, набраться сил. Потому что я очень люблю место, где я родилась. Меня всегда туда тянет. Я даже какое-то время там жила. Я жила там год. но просто поняла, что я не могу там работать. Мне хочется отдыхать, мне хочется наслаждаться жизнью. Там все очень идет в таком медленном темпе. Каждый смакует вот эти моменты жизни, мгновения. А работать все-таки нужно. А я с самого детства постоянно такой энергичный человек. Я даже не могу ходить спокойно по дороге. Мне постоянно кого-то приходится обгонять. Классно. Мне нравится армянский язык и у меня к тебе спешл просьба. Зачитайте какой-нибудь стих в твоем любимом армянском языке. Давайте я здесь сфотографируюсь с пролетом и мы пойдем отсюда. Чувствую, что сегодня на крыше будет очень холодно. А у тебя нет никакой накидки? Я выступаю без накидки, у меня ничего нет. Есть плед, но он будет некрасиво смотреться. А любого твоих фанатов будете согревать. Супер. Пойдем отсюда. Как я тебе говорил, мне нравится армянский язык, как он звучит. Мне кажется, кощунственно было бы с моей стороны не попросить зачитать что-нибудь армянское. Я даже помню с твоей поэн вы с Эм. Да. Абсолютно верно. Класс. Я долго это учил. И вот ты и зачитаешь. Говорят, что люди, которые даже не знают языка, все равно очень любят это произведение и Можете посадить здесь на ступеньки поближе даже к этой штучке? Давай сделаем. Можете попросить по центру тогда, раз ты так классно разлеглась? Извини, мы сегодня убьем, кажется, твое платье. Но обещаю, кадры будут хорошими. Посмотри, пожалуйста, направо-налево. Красота! Ой, давай еще вот так. Ой, классно. Постави, стань так. Как красиво. Ты специально такие штучки делаешь, чтобы было красивее? Положила ухо на плечи и все. Кадр сделала. Кайп. Пойдем дальше. Я уже представляю, как мне будет холодно наверху. Знаешь, мне кажется, это добавить по шару на ступеньке. Ты через преодоление, через трудности все равно... Так было. Так было на самом первом мероприятии на крыше, когда я настолько сильно замерзла, что у меня посинели губы. Это уже ближе к финалу было. И когда я пыталась выговорить последние фразы, я говорила... Спасибо! Плаша говорит, Аннушка, вы вас не узнавали уже тогда. У вас какое-то... Проживание лица было странное. Я говорю, я замерзла, ребята! Бедная Аннушка. Так, вот, все, мы пришли. Там-то там. Ты армянка? Да. Класс! Она тоже армянка. Скажите что-нибудь на армянском. Я тоже знаю. Я не работаю, я читаю стихи сегодня. На крыше. На крыше? Начинаем за работникой. Это что за работа? Поговорите лучше на армянском, пожалуйста. Я плохо разговариваю? Да? Нет, шутки. Это плохо. Она самая известная армянская поэтесса, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот что бы вы знали? Не могут не знать, это чем-то страшно. Да? Да. Ну ладно. Это обидно, конечно, когда представитель твоей родины не знает тебя. Да? А у вас есть инстаграм? Да. Тогда тем более. Может быть, они не попадали. А видишь, они у нас не знают. Хорошо, да. Спасибо, было для вас оплачаться. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Вот, конечно, обидно. Ладно. А вы журналист, Георгий? Я журналист, а вы по крышам бегаете, да? Калсом. Ладно. А скажи мне, пожалуйста, у тебя нет опасений? Или ты вообще размышляешь на тему того, что у тебя просто нужно закончиться и перестанет писаться? Или ты будешь, допустим, невостребованной. Что есть планы на этот счет? Я никогда не задумывалась про то, что буду я востребованной или нет. У меня не было опасений на этот счет, но у меня были опасения про то, что я могу потерять музу. Потому что у меня был период, когда я год ничего не могла писать. То есть не приходило ничего. Муза не приходила. Ого. А что такое? Не знаю, что-то произошло. Я, наверное, взяла какую-то паузу. Может быть, она даже нужна была мне. Потому что после этого я написала ряд произведений и уже была готова выпускать сборник. Но вот именно чтобы прямо бояться, чтобы у меня был страх какой-то, нет. Я понимаю, что всему нужно свое время. Сейчас я уже понимаю, что если не пишется, значит, наверное, так нужно. Нужно переждать этот момент. Хорошо. Красиво? Ничего не сбилось? Нет, я сейчас сама по правде все. У нас готова. Нормал. Товарный вид имеешь? Прекрасно. А какие у тебя ощущения перед выступлением? Волоню. Какие поясни? Ты отыгрываешь. Нет, честно, волоню. Ты же уже с вами концерта в концерте. Нет, все равно? Всегда. Коленки трясутся, но под платьем этого не видно. Правда? Ну, чуть-чуть так. Но не сильно, нет. Кстати, расскажи мне про свое первое самое выступление. Так, это было очень давно. Ну, для меня давно. Четыре года назад мне написали организаторы и предложили провести патриотический вечер. Я не понимала, не представляла себе, как это будет происходить. Но было достаточно уволдительно. Кстати, сейчас я был бы сильнее, чем первый раз. И как прошло? Отлично. Собрали два дня. Государь. Все прошло отлично. Но я поняла, что мне это нравится. И я готова продолжать. Я буду в этом платье. Я думал, в этом ты будешь. Так, пойдемте чекаемся. Шо. Второй день. Третий год. Третий год. Вот, кстати, вот этот вот человек, которого я сейчас снимаю, помог устроить и даже устроил мою первую жизнью выставку. За что я ему благодарен до сих пор. Какой крутой чувак. Я всегда удивляюсь, почему только одну мы это сделали, понимаешь? Не знаю, но все впереди, я очень надеюсь. Ну, просто ты уже как бы с величинами работаешь. Я считаю, что ты на самом деле величина, поэтому абсолютно... Абсолютно спасибо, Алаш. Меня радует, что в своей жизни я встретила этого человека. Потому что то, что он делает, это неоценимый вклад. О, Боже, ОНИ! Держись! Держись! Сижу! Ну, что, как ощущения? Я хочу вниз! Боже мой, как холодно! Самые лучшие ощущения, самые прекрасные! Я так счастлива, я так рада, я люблю эту жизнь! Очень убедительно! Раз, два, три, четыре... Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, конечно, чтобы с тобой замерзли. Ой, да, это главное! Если Бог разведет власты, дав нам разные берега, я и самый злой стыдник, буду рваться к твоим ногам, буду рваться и в град и в дождь, буду рваться и в штормы, в сену, даже если ты меня не ждешь, даже если не ждешь совсем. И если из зори сойдут с орбиты, и если быть видит небоскит, и я продолжу тебя любить, и я продолжу тебя искать. Ну что, Алаш, вы готовы? К тому, что холодно очень сильно. Мне кажется, иногда, что Алаш какой-то супермен, которому вообще ветер попукал, все попукал, да, походим. Холодно? Не проблема, Аннушка! Выступите! Давай один портрет, Сул. О, как, тоже неплохо! Класс! Ну, не гримасича! Не гримасича! Давай сейчас нормальным лицом, пожалуйста! Сул. Пока ты там, покорно своим страстям, порхаешь между Арсой и Прадой, я, можно сказать, собрал тебя по частям. Звучит ужасно, но это правда. Одна курнулась, а другая с родинкой на спине. Треть умеет все принимать как данность. Одна лечает души в себе, другая во мне. Вместе больше не попадалась. Одна, как ты, солба, отдувает плеть, другая вечно ключи теряет. А что я никак не мог в одном все это собрать, так Бог ошибок не повторяет. И даже твоя душа, до которой ты допустила меня раза три через все третоны, осталась тут, воплотившись во все живые цветы и все неисправные телефоны. А ты боялась, я тут буду скучать? По дачке сам себе предлагаю. А цены, а ливни, эти шахи, да и рос печать. Бог с тобой. Ты со мной, моя дорогая. Да, да, вот так хорошо. Спасибо. Холодно, мы тут. Вчера было солнце, было теплее, а сейчас просто... Александр, твои очень классные вещи. Да. А скажи мне, пожалуйста, вообще какую роль музыка играет во всем этом действии? Это такая неотъемлемая часть того, чем я занимаюсь, потому что музыка, когда сливается со стихами, создается особенная магическая атмосфера. Под каждое произведение я очень долго, трепетно ищу свою нужную композицию музыкальную. Вот эту программу мы полностью с самого начала прописывали, мы сидели, подбирали музыкальные композиции так, чтобы это было слышно и чувствовалось. Вот как раньше, да, было. Когда нам грустно, мы можем включить музыку и послушать ее. Когда нам весело, мы находим подходящую музыку. Так же и со стихами. Под нужное настроение мы подбираем свою композицию, и она очень плавно дострагивается до каждого человека, кто здесь сидит, до каждого сердечка. И сильнее, в общем, погружаешься в произведение. Это да, я даже сейчас на своем опыте это ощутил, но почему вы обязательно практически все вызываете какие-то грустные эмоции? Вот почему нельзя писать стихи о веселье? Ну как же, нет, есть, есть очень веселые стихи, классные, например. Я не знаю, какую-нибудь там веселую мелодию играть. Почему обязательно должно быть? Есть, есть, есть. Нет, 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 мне все так грустно. Хочется пошрыгнуть отсюда просто и расшириться. Не нужно, видишь, специальное ограждение для тех, кто захочет это сделать. Да, я думаю, таких много таких будет. Я хочу сказать, что есть очень такие забавные с юмором произведения. Например, на программе «Стихотерапия» есть произведение Эдуарда Осадова, называется оно «Аптека счастья». Мы его будем читать. Когда будет какого числа? 11 ноября в Доме музыки будет отдельная такая программа Эдуарда Осадова, там будут и веселые стихи. Так что не все так печально. Хорошо, с Осадова это понятно, но у тебя, допустим… У меня есть светлые произведения. Не, не светлые, а веселые, вот именно. Нет, веселых нет, веселых я еще не пробовала писать. И у других ребят обязательно. Есть под копирки взятые клипы, где кто-то бежит, где-то там разворачивается и волосы… Если кто-то кем-то бежит, не успевает падать… Да, или на набережной, где-то там обязательно в slow motion это все должно быть. И черно-белое… Ну потому что мне кажется, что мы в обычной жизни очень много смеемся… И у нас не хватит, не хватает… И то есть в обычной жизни нам не хватает грусти, и вы еще дополнительно хреначите для нас… Добиваем… Да, вашими этими… На самом деле мы просто пытаемся все эти эмоции грустными вытащить наружу. Мы просто дотрагиваемся до самых больных точек, пытаемся все, что наболело внутри, просто вытащить, чтобы людям стало легче. На самом деле, когда слушаешь грустные произведения, я раньше думала, а вдруг эти произведения вгоняют людей в депрессию. Оказывается, нет. Наоборот, это действует, как… Я сегодня говорила, как психотерапия. Стихотерапия. Это помогает. То есть вы… Клин, вы бываете клином. Если человеку хреновее, вы добиваете еще больше. Мы пытаемся достать эмоцию плохую, которая сидит. Мы как бы говорим о том, что тебе грустно, тебе плохо. Давай будем избавляться от этого. Вытаскивай. Ты большой молодец. И то, что ты делаешь, это очень круто. Спасибо большое. Щипцами и вот этими штучками вытаскиваешь грусть из людей. Спасибо большое. Было очень классно с тобой прогуляться. Несмотря на ветер, на шум и так далее, мне кажется, получилось интересно. Так что классного тебе выступления. Спасибо огромное. Пожалуйста, не замерзай и отойду, буду смотреть издали и любоваться. Здравствуйте, Москва. Каждое мероприятие на смотровой площадке «Выше только любовь». Это очень глубокая, глубокая драма. Это очень глубокая история в жизни Анны и Гаян. Каждый раз, когда я вижу людей со слезами на глазах, я понимаю, что это работает. Я понимаю, что это многого стоит. Дамы и господа, обновленная программа «Выше только любовь» на самой высокой смотровой площадке Европы. Анна и Гаян. Встречайте. Добрый вечер, Москва. А потом тебе встретится он в каком-то случайном месте. Первой мыслью будет «Боже, что за идиот?». А он скажет «Куда бы мы ни шли, теперь идем вместе». И уже никому тебя никогда не вернет. Девочки три. Она едет у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Папа, мы с тобой совсем не про сантименты. Однако я оттого такая бесстрашная и шальная, что знаю. Даже сквозь километры. За мной стоишь ты. И эта стена стальная. Во-первых, я хочу сказать еще раз спасибо вам большое, что сегодня вы рядом со мной. Это для меня большая поддержка, большая награда и любовь. И вы, любовь. Дорогие друзья, низкий поклон еще раз. Спасибо вам за любовь, за поддержку, которую я сегодня чувствовала. Спасибо погоде, пусть она и разбушевалась. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Москва. Спасибо, что вы выдержали. Аннушка, Аннушка. Тут еще. Пока. Пока. Смотрите.